Достали кейсы, где от тебя ни хрена не зависит? Ещё бы! Тяжело верить в удачу, когда у тебя нет выбора. Realdrop.net запускает новый формат кейсов, где у тебя есть выбор. Теперь ты сам выбираешь, какой шмот тебе выпадет. Пора сказать стоп старым форматам и взять всё в свои руки. В свою крепкую правую руку. Ну ты понял. Realdrop.net. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья. Друзья, у нас сегодня в выпуске новая игра от Miracle и играет он против, кстати говоря, Рамзеса, фейкового аккаунта Рамзеса. Против Койквы, против Кезу, против очень-очень популярных игроков на самом деле. И они довольно скилловые все, причём. Ну, Рамзеса вообще топ-1 на основном аккаунте. Здесь 25, и здесь также Койпо 13 место и Кезу 93. Блин, ну, противники довольно серьёзные. Я не припомню. Слушай, а у нас, по-моему, Miracle ни разу ещё не выходил именно в исполнении фланцера. По-моему, такого ещё не было. Будет интересно посмотреть. Сади Рамзеса он последние игры играл на Китае, что очень интересно. И со временем он перестал вообще играть на мейн-аккаунте, то есть он не занимал топы и в Европе, и вообще просто на Китае. Вот он играл на фейковом аккаунте, который сейчас имеет 25-й ранг. То есть это тоже уже большой результат. И, кстати говоря, Кезу только что вот сделал, допустил ошибку, прожав фагон заранее, и его шардами просто закрыли. Вместе с Тускаром, и Miracle забирает себе First Blood. Рейтинги очень большие. Тут все игроки минимум топ-100. То есть на Сайленсере игрок с ником Лох. Ну, остальные 93, 13, 90. Ну, в общем, очень большой ранг. И будет интересно понаблюдать за игрой вообще вот всех на карте. Их перемещение и прочие моменты игровые. Да, красивый батрайдер. Кезу со старта, да, вот на батрайдере, кстати, играет Кезу. Это оффлайнер, бывший оффлайнер команды Сикрет. Но он сейчас играет на оффлайне, но нет информации, в какой команде. Он старался скипнуть крипов с линией, как делают часто на батрайдере. Они качают огонь, идут в потайную лавку и прожигают нижние деревья. Вот мы можем поглядеть на низ, снизу потону лавка, он прожигал деревья. Себе, чтобы потом выйти и просто отвезти эту пачку на себя и улететь. Потому что саппорты очень сильно контестят руну и, соответственно, его могут там убить. Но Миракл все красиво сделал, сам подошел к тавру и дал понять Кезу, что он отвезти крипов так не сможет. Это мувы, на самом деле, достойные высокого уровня. И вот тоже стоит отметить. Слушай, я сейчас так подумал, таск кинул шарды и тем самым не дал батрайдеру пройти к баунтируне. Прикольно ведь действительно так же может награждать шардами. Хардлайнера просто не подпускать его к руне. Постоянно. А таск чаще, чаще, чаще появляется, не знаю почему. Постоянно, почему, но всегда может. Да. Ну, кстати говоря, возможно, очередной фраг будет. Да. ДК подзадул, но, к сожалению, ДК тут проблемы. Но есть еще стики. Кура еще вовремя приносит. Ему тангусы. Но нет, кстати говоря, он на месте немножко завтыкал. Мог стрейфануться. Ну, не стал почему-то это делать. Так, ну, будем смотреть дальше по линиям, что происходит. Кстати говоря, по пику можно посмотреть, что вообще пикнула одна и вторая команда. Рамзе, кстати говоря, играет на луне, если мы этого не упоминали. У него очень такой весь себе забавный ник. ВП Алоха Дэнс. Друзья, ну, понятно, да, с Алохой. Олег Коробкин. У него в авторитете. Так, ну, и давай по пику. Обсудим Луна против Фантом Лансера. Герой очень неплохой. Не сказать бы, чтобы прямой контрпиг за счет Глайвов. Это так немножко не работает. Но все равно Глайвы есть, и иллюзии будут рассыпаться. Вот Луна, в принципе, долго живет под ПЛ-ом. Кубив БКБшку. Тинкер. Классный герой против Фантом Лансера. Собираешь аганим и просто кидаешь марши. Он уничтожает иллюзии. Да, так же аганим, лазер, миссы по всем дает так же. Да, 4 ракетки, между прочим. Тоже очень сильно. Что Лансеру будет тут? Наверное, тяжело. Плюс Бэтрайдер, плюс Глобал. Все это в сумме дает очень неприятную картину для Фантом Лансера. Потому что герой боится вот таких вот спилов. Но больше всего он боится массового контроля. Типа Стана с Ингенгалом, физуры шейкера. Может быть, он настолько сильно переформит оппонентов, что просто ни Луна, ни Тинкен не выйдут в лейт-стадию до аганима. Мы это увидим. Кстати, уже 5-1, саппорты хорошо засноуболили. Ну, кстати, Таск вообще один из самых сильных, наверное, в начальной стадии игры. Роумеров. Очень жестко, может засноуболить игру. Ну и смотри, пришлось скачать ДК-останчик на 5-м левеле. И тут же удачно с саппортами они выходят и убивают. Кстати говоря, я в последнее время вижу связку саппортов Шаман плюс Тускар. Шаману брать в пятерку позицию пятого саппорта, который покупает ворты, немножко некорректно, потому что у героя очень маленький мус-пит. Мы видим, что бестапка, у него там 285, это вообще там... Ты не дойдешь ни до кого, чтобы нажать шейкл. Любой мидер от, наверное, 5000 ммр просто уйдет на ноге и успеет среагировать. Ну и Тускар просто забирает его с собой в шарик либо закрывает шардами. И это бесплатный такой телепорт для Шаду Шамана. Это круто, мне нравится. Да, ну пока что идут наравне, кстати. Рамзес с Мирклом, пока что все у них довольно ровно. Рамзес даже немножко чуть-чуть впереди, но незначительный отрыв, 4 крипа, в принципе, немного. Ну Рамзес все-таки, ну Няш играет. Да, у меня был вопрос. После есть небольшой плюс, у него есть килл у Рамзеса. По нулям у него нет ни ассистов, ни киллов. Да, да. Ну в принципе, надворс одинаково у них. Если бы еще сейчас оба кора контролили бы баунтируны, то тут было бы противостояние чисто кора героев. Кстати говоря, у меня же сейчас скилл, скорее всего, получат. Да, это фраг для Рамзеса на топе. И вырвался сразу на первое место. На 100 голды обережал Миракл. Рамзес сейчас, Рамзес, с помощью фрага, рывается вперед. Свои сооружения. А он просто нажмет второй спелл, который стоит 50 маны. И все стаки снимутся автоматически. Так что тут. Да, получается, есть второй спелл плюс манта. Можно сбросить там какие-то стаки от райдера. Плюс еще и лазер сверху после этого. Да. И глобал, что тоже очень важно. Либо глобал, да. Либо все вместе. Одной кнопкой. Кстати говоря, вот если так задуматься, луняша, по идее, в файтах должна бить нон-стопом. А если ее задумят, потому что вот, мне кажется, только в нее будет залетать. В тинкера. Это будет проблема очень сложно. Учитывая, что дума, это будет большая проблема. Да. Да, даже, знаешь, дело еще в том, что она просто убежит. Из файта, иначе ее забьют, как собаку. Ну да, в любом случае, она не будет. То есть, либо она будет бить какую-то одну цель, либо она вообще не будет бить, она будет убегать просто. Мне очень не нравится, вот единственный момент, это связка коров у Дайра, у команды Рамзеса на луне. Потому что жадные герои, получается, тинкер. Жадный герой луна. Ну да. Фарма будет не хватать. Кстати, это довольно ощутимый минус. Потому что и в луне действительно леса фармить нужно. Причем она очень быстро делает, и тинкер, то же самое. Тоже ему это нужно делать, и он тоже это делает очень быстро. Он может за минуту просто все леса выформить. Собственно говоря, то же самое и в сторону луны. И как им вдвоем разорваться между друг другом, сейчас будет непонятно. Ну, Саленсер делает большое количество стаков, я думаю, за счет стаков они и камбэкнут. Ну и битрайдер, кстати говоря, тоже подфармливает лес. Будет подфармливать, по крайней мере, на минуте 11. Да уже начинает, в принципе. То есть часть леса будет занята точно. Вот, но АПЛ и никто не мешает фармить у него, да как, как бы, который забирает два спота лесных максимум, идет на линию, выкачивает линию, пушит тавра. А у Миракла просто раздолье тут. Он, кстати говоря, не берет себе тревел тапки, тревел бутс. Я заметил, что Миракл всегда берет себе ПТ-шку почти на всех героях. Я видел, давно он играл на ланцере с месяц назад. Хотя, хотя, кстати, хочу заметить, что большинство, как раз таки, наоборот, тревелла покупают. Наброс в сцене, последний раз играла какая-то китайская команда. Мне вот тоже проигранули ставки, а не тревелла. Я раньше тоже делал упор на тревелла. Очень сильно они его тоже разгоняют. Они стоят, во-первых, дешевле, во-вторых, мана лишние, во-вторых, в-третьих, атак спид побольше. Лес качать лучше и эста-ты у иллюзии. Хоть чуть-чуть, но поприятнее, тем не менее. Но еще плюс у врагов, а с тобой там бэтрайдер, тинкер, то есть ему-то особо и поспитить, кто здесь не удастся. Ну, куда он пойдет с тревогами? Он идти на линию, тинкер моментально окажется на этой линии. Просто, поэтому у них достаточно прямолинейный пик получается. ДК, который пушит тавер, шаман, который змейки ставят. Тут же думаешь, что ворвется, плюс тускар подсейвит. Ну и... ПЛ будет такого, не знаю, устойчивого пуша превращаться. Так или иначе. Ну и тавер, кстати говоря, пушит. Очень важный выбор такой, что ты пушишь тавер и даешь деньги своей команде. Ну и плюс потом мид выйдет, топ выйдет и уже у тинкера и у луны будет более закрытое пространство по карте. Перемещаться будет чуть-чуть сложнее. Ах, хотел скидить, напасть на сайсера, на сайсер, кстати, аккуратно играет, не подставился. Но... Ну, саппорт с ником лох. Оказался. Оказался, может, это и не лохом. Да. Ну, топ-100, это где-то 7600, наверное, сейчас 7500. Там много. Больше 7000, это точно. А в предыдущем ранге где-то, наверное, 8500 было. Америкал-то уже скоро будет. Цифры большие. Да, осталось, ну, коричневый, хороший. Оставайся чуть-чуть. Да. Рецепт доберет и потом возьмем себе 300 голды и ровный пуза готовы. Курочку, к сожалению, его рюзнули. Кто-то захотел 7 мидас взять, дум, обратно вернет на базу, да. Ну, переправь вкуру, номер и поперенаправил. В топе был очень плохой файт. Нет, Рамзес сделает даблкил. У него уже 3-1-1 и 10 левел. И, конечно, временем он сейчас начнет фармить большое количество стаков в лесу, которых нет, оказывается. Я только сейчас посмотрел и, на самом деле, нет стаков на иншентах. Было пару стаков возле легкого компа, то есть привязка к линии была по стакам. Плюс Рамзес сам себе стакал, но этого вообще не хватает. Там клокверк, sorry, в чат пишет, видимо, Рамзес подблэмил. И, тем не менее, Луната на втором месте. По натворцу. Ну, конечно, герой все равно быстро фармящий. Ну, и Кезу, когда появляется диффуза на своем Бетраидере красивом умирает. Какой будет, он не был сет, тут ты ничего не сделаешь. Кстати говоря, можно обратить внимание на то, как он расконтролил сейчас иллюзии. То есть видно, что у Миракла не стоит автовыделение на иллюзии у Лансера. То есть он их выделяет на отдельную клавишу, на подконтрольные юниты, все остальные. И в предыдущий раз, когда я смотрел игры на Фантом Лансере от Миракла, у него всегда стоит одна иллюзия, которая забинжена, собственно, чтобы разбайтить. У Зиппельгангера появляется две иллюзии. Одна, которая дамажит 20% от 100% Лансера. То есть у нее урон вместо сотни, допустим, 10-20. Вот, а вторая иллюзия, которая не наносит урон, она получает столько же урона, сколько и сам ПЛ. То есть плотная иллюзия. И вот плотную иллюзию Миракл также бедит на определенную клавишу, чтобы в случае чего разбайтить врагов и уйти. Да, не задумывается. Говорят, стики, стики, проживаешься. Взбивается урнал, стики и просто уходит. My bad, my bad. В чайник сразу же залетает. Хороший телепорт от луны, но, к сожалению, немножко не своевременный. Но там, где среагировать было очень сложно все-таки. Телепорт был 4 секунды под тавр, на котором находятся герои. Ну и бедрайдер попытался дать лосо от Миракла, но Миракл нажал дюпельгангер. Тем самым каст лосо сбился просто. Ну и фрифраг очередной. Слишком он раскованно себя ведет на Миракле. Многие подумают, что его сейчас могут убить, он неправильно все делает. У него стоит хороший Вижен. На этом Вижене, кстати говоря, будет сейчас видно с Савенсера. И так и не может добраться Кезу до Миракла. Он все пытается дойти и сквозить его, но великол не поставляется. Очередные 2 кила для... Шиного разреза на самом деле все неплохо довольно. Да? У него все очень хорошо. Ну вот саппорты, конечно, поставляются и не ставят. Не ставят сентри, почему-то не разбиваются ворды. А у них не было Вижена, они в тупую пошли просто враги. Команда Рамзеса и убила их. Убили их. То есть без Вижена, без перестраховки какой-то. Кстати говоря, Деката пошел, смотри какой интересный билд. Он себе просто купил фут и купил себе блинг. То есть это будет файтящийся герой, который оставит фул кач своим героям Думу и Фантом Лансеру. И просто будет ходить с двумя саппортами и спейсить, скажем так, для Керри и оффлейнера. Потому что Дум и непосредственно Миракл на Лансере могут сделать очень много в этой игре. Спалили Вижен, сняли Вижен. Но за это смерть. Да, гонятся. Нет, не гонятся. Не стал эти заплаты. Если бы Фантом Лансером слишком далеко. Была пассивочка, он бы обязательно зафоловил бы. И один момент за Фантом Лансера стоит, наверное, упомянуть. Очень важный. В последних патчах его немножко изменили. Пассивка его Фантом Раж. Теперь это не пассивка, теперь ее можно включать и выключать. Как, допустим, Хилл ВК. Его в Берегаура. То есть если вам нужно, чтобы способность не работала, то вы ее нажимаете и она посвечивается синим. Когда он у вас не работает. Это делается для того, чтобы когда вы переагриваете крипов на своей линии, вы не бежали на вражеского героя с этим Фантом Рашем. Ну да, и соответственно, чтобы не праздновать просто так. Но это вообще правильно сделали. Давно пора было это сделать, на самом деле. Уже сколько времени прошло с существования этого героя с первой доты. Его уже столько раз реворкали. Раньше Паэл был очень интересный. Но об этом потом... Как-нибудь в другой раз. Да, ну... Миркл на первом месте, на 2000 впереди от луны. Хотя, по идее, луна должна была быть впереди по фарму. Ее отличные способности для того, чтобы массово зафармливать всех крипов. Но пока что что-то не удается. Ну, отлично отыгрывают роумеры. Расскаков нет. Отыгрывают роумеры, мешают всячески. Мне не нравится игра саппортов команды Dire. Как-то вот лох и Клокверк не делают свое дело полноценно. На самом деле, у этих саппортов нет ничего против фунта Млансера. Он все свои сплыски давает Диппельгангерам, либо Мантой. Дей плюс Клокверку вообще сложно подцепить Лансера. Ты Коги ставишь, он делает две иллюзии с Диппельгангера, которые за секунду шотают все твои Коги. Просто каждая иллюзия дает потычки. И Кога. Умирается. Вэлл в этом плане крайне неплохо против Клока. Ну и сквозь Коги выбирается без проблем. Меркл вообще не уходит с этой линии. И не собирается уходить. Он собирается ее, похоже, что давить до самого конца. Ну, знаешь, мне кажется, это обусловлено тем, что он видит постоянно на карте Луну. Он видит перемещение Тинкера по карте, потому что у Тинкера еще нет в линкам до сих пор на 17-й минуте. Вот, и понимает, что без проблем могу здесь находиться и фармить все, что мне позволят. Потому что убить его могут только сейчас в четвером, либо втроем с корами. Так, цепляют Декан, Декаска, если его здесь умирает, нужно, наверное, отойти. Какая же жесткая все-таки комба. Раньше так играли Alliance, я помню. Через бедрайдера плюс сайенсера. Если к слове от Тускара, то Туск умирает. А тем временем Мирикл не дремлет и просто идет вперед, говоря Кезу, и не добиваешься. Чуть не хватает. Отлично, отлично, от клуба имя спасает бедрайдера. Кокверк. Да? Сильно сыграл. Ну и сам уходит в Клокверк на базу с репортом. У Мирикл, кстати говоря, уже есть выход в Тараску. У него остается буквально 4000 голды для сердца. Тогда его, в принципе, убить будет невозможно. А после Тараски он может зарашить себе вообще БКБ. И, в принципе, дэмэджа по нему не будет проходить ни от Тинкера, ни от Луны. Потому что у Луны сейчас вообще ничего нет. Манта, момчик. Слововато. Блин, а вот действительно, как им драться с Фантом Лансером, непонятно. Если дум будет даваться просто волну, то им нечем убивать вальсера. Он все себя сбрасывает. Да, дум банально может влить свою ульту в глобал, в глобал сайленсера. Тогда и шаман кого-то поддержит очень долго. Хекс даст плюс сеточку. Поставит ворды, в конце концов. Таск подсейвит кого-то. Плюс, может, зацепит Тинкера. Да, ну, тут такое противостояние. На самом деле, я так подумал, все-таки пик радиант гораздо сильнее. Да. У них вообще ничего нет. Уж обычное суждение вначале взлетело. На первый взгляд, пожалуйста, иначе. То есть говоря, ты вешал на топ-меракал. И тут в кустах его поджидает сайленсер. Нет, сайленсер делает и пал. Он бы ему, конечно, ничего не предъявил. Там сайленсер доминатор пытается сварить. Запушить. Ну, может быть, у него есть какой-то план. Взять какого-то крипа. Возможно. Ну, у меня шубавка с помощью того же молка. 30% урона. И просто на тимфайт доминатор в принципе дает и хороший реген. И неплохой атакс пид. Суммарно смотрится довольно-таки солидно. Интересный выбор от ДК. Он покупает себе Сашу Яшу. А, он переставил себе Киргвай и покупает себе Тирикер Киргвайк. Ну, конечно, когда ты покупаешь себе Худ. Потом Блинг, тебе хочется что-то на дэмэш и БКБ рашить вообще нет. Да, там выход из Макар. Кстати говоря, намеркло пытаются выйти. Скан завязан отличный. Просто идеальный скан. И они тут же уходят. Все скальпулировано. Все очень хорошо сделали. И команда Дайр продолжает фол ловить. Возможно, они хотят подраться. И я думаю, что команда Рейзент может принять файт. И ракет, как кстати говоря, не достает до смока. Да, ответ на смок нажимается. Сейчас может быть чуть ли не ключевой момент в игре, между прочим. Там Саленсера видно. Нельзя драться. Нужно просто уходить. И Рамзе сразу же делает тэп-аут. Хорошая макроигра от Рамзеса. Всегда вовсых на каждой игре. Да ими Гритом. Тоже здорово. Ну, Америкал уже накопил себе на Ривер. Вот Тараски, чтобы быть поплотнее. Тараски, конечно, его выручит. Ее просто не пробьет. Нет такого жесткого Берса, чтобы Берса, чтобы убить Пээлла. Ульта Луны не пройдет по нему. Потому что есть иллюзии. Акеза стоит и ждет, пока закрепскивать крипов можно будет. Он просто, наверное, прожжет дорожку. Помажет маслом разорку и уйдет. Да, он останавливает качать. Но этой пачке можно находить. Вот это в чем проблема. Вряд ли это поможет сейчас. Если эти крипы здесь останутся. Есть тинкер все-таки. Думу нужно просто суицидаться и нажать думу в тинкера. Хотя он может не суицидаться, может убьет. Сбивают Мираклот Телепорт. Тут же Дюбельгангер. Тот самый Дюбельгангер против Клока. И Форсик покупать не надо. Ну и... И Тараска. Скоро Тараска. Как они будут убивать Лансера Стараска. Сложно. Сложно. Если Луна успеет купить БКБ, но файт успеет нажать БКБ и ульта каким-то образом пройдет сквозь иллюзии. Или вообще у него просто не будет иллюзий у Пэлла. Но тут на самом деле, чтобы выиграть в команде Дайр сейчас нужно ошибиться Радиантом. То есть... Красивый Моу это конечно хорошо, но они должны держать хорошо свои ХГ. Тинкер не должен подставляться и умирать. Глобал должен тоже поражаться вовремя. И Луна должна сплетить нижнюю линию. То есть Варди какой-то нужен Луне на боте. Чтобы она постоянно сплетала. И рано или поздно Тинкер задефает всех. А Бот Тавра не будет и будет уже свободный хэгграунд. То есть будет трейд какой-то. Либо стяжка просто вражеских героев. Вот я думаю, что он убивает. Койко, кстати говоря, очень хороший Тинкер. Я помню, что и на бросение не так часто Тинкер вообще выявляется. А от Койко он залетал. Еще год назад я видел. Не помню в какой команде он играл, но... Тем не менее... Да, да кое-куда вообще... Довольно именитый игрок. На слуху. На слуху. На слуху. Возможно, ему убеднее. Академчик все-таки заряжал бы. И подсталили Кезу, попытавшегося своровать Айегис. Тут же Клокер вырывается и Меркл, скорее всего, просто заберет Айгиду. Батрайдер ворует. Кезу крадет Айегис. Отлично сыграл. Молодец. Молодец. Ну и... Сейчас Айгис тут же и выбьет. Он умрет, скорее всего, два раза. Да. Батрайдер легко убивать. Нужна всего лишь одна секунда. Все равно это очень большое количество времени. Сейчас выигрывает Кезу своему луну, тем, что сворвало Айднис. Ведь Лу нам продолжить спорить. Тинкер продолжит дефать. А на ХГ заходить будет очень сложно. Нужно только сделать все аккуратно. И если минус, улун, теперь нет БКБ. И нет альты. Перетягиваются наверх. Есть глипт. Тинкер летит. Есть тинкер сейчас убирает. Это будет ГГ. Что он? Тинкер подставляется. Это в игре. О, как же бездарно так игры можно проигрывать. Я не знаю. Рабзац, наверное, просто хребт, клава. Потому что чел на тинкере. Он сделал ТП. И встал под огонь. Огонь ДК. Который сбил ему даггер. На фонтане просто Миракл развлекается. Хекс. Уже ультра килл. Попытается, наверное, пойти за Кезу. Кстати говоря, Дум очень хорошо подставляется, чтобы Миракл не убили. И Миракл, скорее всего, пойдет. Делать рембуш. Отличный рембуш. СПП сработал немножко неудачно. Там ЗСБ бегается и разбиваешь шмотки. Ну да. На самом деле. Бегается идет дефать. Да нет. На самом деле, да. Динкер сейчас в этом моменте, конечно, жестко. Просто жестко. Кой-ква. Немножко. Тобой прям стоят герои. И ты так делаешь. Ну, это же неправильно. Ошибочка. Ошибки бывают. Не купив огонь. Вот, собственно, тот самый захват на хг, когда у луны кд, ульты. И кулдаун бкб тебе нужно дефать, потому что никто больше, по сути, ничего не сможет тебе предъявить. Должен просто купить огонь и задефать все это дело. При этом не подставляясь вот так, как он сделал. Я думаю, что Рамзас немножко недоволен игрой вообще всех тиммейтов, кроме Кезу. Один на батрайдере, но неплохо сыграл. Тут ему сложно было. Тем не менее, айтемы свои он получил. Да, он психанул. Возможно, немножко рановато психанул все-таки. Барак стоит. Ну, да. На лэпл уже нечем убивать. Когда на эмоциях. В принципе, да. И на самом деле, чем убивать ланцеров, сейчас вообще непонятно. То есть тут как бы вряд ли что-то получится сделать. Ну, чтобы что-то получилось сделать, я не знаю. Меркл должен просто очень жестко ошибиться. Но вероятность того, что он это сделает, очень маленькая. Даже не то, что ошибиться, нужно сломать шмотки в статифака, чтобы выиграли дайвер. Да. Тут дело такое. Порошанчика еще нет. Кой-ка в чат пишет. Не могли бы выяснить луна сломала свои артефакты. Написал кой-ка в чат и идут заканчивать игру. Да, это конечная. Рампага от мира клави, 19 тысяч на турса. 29 тысяч общего преимущества над командой врагов. На 20 больших количествах. Ну, опять же, через то, что луна разбила артефакты. Да. Да. И там, да, и без этого было, на самом деле, преимущество прям очень большое. Так было примерно тысяч на 10 меньше. Так, ну и просто втором тут. Все, конечная. Ну вот такой вот у нас получился. Фантом Лансер, Диффузаб, Монтаб плюс Тараско. Такая была последовательность артефактов. А я думаю, что кто играет на Пэйле, напишет в комментариях свои закупы на Пэйла. Какие-то, может, не особенные сборки. Через Мелстрома, Латары. Пять гадист. Спасибо всем за просмотр. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok